По идее, июль месяц это месяц затишья в игровой индустрии. Против шашлыков, речки и отдыха на природе ни одна игра не выстоит. Издатели это тоже понимают, поэтому не спешат выпускать свои проекты в середине лета. Но не стоит забывать, что этим затишьем могут воспользоваться небольшие студии, чтобы продвигать свои амбициозные проекты, а также те студии, которые боятся открытой схватки, например, с Final Fantasy или Baldur's Gate 3, которые выходят в августе. В июле нас ожидает куча всего интересного. В этом месяце появятся Remnant 2, Exo Primal, а также Ratchet & Clank, Rift Apart. Но давайте обо всем по порядку. 6 июля скромно начинает наш календарь проект Guild. Выходит он на PC и представляет собой приключенческий хоррор с видом от третьего лица от создателей Rime. Если не играли, то я его вам тоже советую попробовать. Перемещаемся в 12 июля. Тут нас ждет целых два проекта, Mordhau и Oxenfree 2 Lost Signals. Первая выходит на всех современных консолях, кроме Nintendo, и позволит вам окунуться в позднее средневекое, сразиться с другими игроками, соответствующим тому времени оружием, мечами, кувалдами, алибардами и так далее. В игре множество режимов игры, интересная боевая система и прокачка, которая увлечет вас на многие часы, дни или больше. В общем, раздоли, консольщики. Oxenfree 2 Lost Signals – это же продолжение мистического приключения с видом сбоку, а подростка, который решили провести выходные на загадочном острове. Вот это подростки пошли, да? В общем, загадки, тайны и мистика вам 100% обеспечены. 14 июля выходит два интересных проекта. Первый – Exoprimal, командный онлайн-экшн про сражения с динозаврами от Capcom. Привет, Динокризис! Походу, ребята, Динокризиса мы с вами не дождемся. Ну и второй проект – Jugged Alliance 3. Тактика с видом сверху, про наемников в духе старых серий и... Икс Ком 2. Вот так вот. Обещают разные страны, возможность нанимать бойцов, собирать команду под себя и свой стиль игры. Что сказать? Ждем? 18 июля свет увидит Bloodhound – кровавый ретро-шутер в стиле пейнкиллер и Doom. Расчлененка, мясо, битвы с силами ада. Что может быть лучше, а? Следующий в списке того же числа – Xenonath 2. Симулятор планетарной обороны, где вам предстоит предотвратить инопланетное вторжение на Землю. Отбивать силы пришельцев придется во времена Холодной войны. С соответствующими технологиями и вооружениями. Следующая игра – Viewfinder. Представляет собой игру-головоломку, где вам предстоит использовать свое воображение, чтобы преобразовать реальность и справиться с загадками при помощи необычного фотофорта. Тоже 18 июля. Переносимся на 2 дня вперед! 20 июля ожидается 2 релиза. Первый – Unholy. Еще одна головоломка, но только в мрачной стилистике с исследованием двух реальностей и поиском ответов на свои вопросы. Ожидается стелс или открытые сражения с врагами. Тут разработчики заверяют вас, что решать именно вам. Следующий релиз – дополнение для многими любимой Sea of Thieves. The Legend of Monkey Island. Мини-дополнение, которое добавит в игру порцию контента для фанатов и даст возможность залипнуть в игре еще на пару-тройку часов, а может быть и дней. 21 июля на Nintendo Switch выйдет Pikmin 4. Это приключенческая стратегия, где вы управляете Pikmin'ами, маленькими существами, похожих на растений, и с помощью них решаете различные загадки и задачки. Зная Nintendo, думаю, продажи у игры будут огромными. Ну и мимимишности, конечно же, этой игре не занимать. Вот мы постепенно подходим к самому вкусному. 25 июля свет увидит Remnant 2 – кооперативный Dark Souls боевик с прокачкой и путешествием по разным мирам. Обещают много интересных классов на выбор, крутых боссов и рандонно генерируемые локации. Звучит будто бы интересно. Посмотрим. Буквально на следующий день Сонь собирается выпустить Ratchet & Clank Rift & Pad. Спустя 2 года игра добирается до ПК. Это продолжение приключений Ratchet & Clank, но уже в сопровождении очаровательной красотки Ривер. Спасти мир от злобного императора во вселенной Рэчета сможем на ПК уже 26 июля. Последняя игра, которую ждем в июле – The Expanse – Telltale Series. Это интерактивное приключение от создателей The Wolf Among Us и Guardians of the Galaxy – The Telltale Series. Если подвезут хороший сюжет и грамотную реализацию, то ожидается, если не хит, то очень хорошая игра. Если кому интересно, играть предстоит за отважную женщину Камину Драмер, которая возглавляет банду мусорщиков и ищет сокровища. Ей предстоит столкнуться с тяжелыми испытаниями, исход которых повлияет на судьбу команду. Ну, конечно же, как без этого? Вот такие, друзья, игры мы ждем в июле 23-го. На момент записи ролика именно эти проекты представляют собой наибольший интерес и, что самое важное, известны их даты выхода. Надеюсь, Half-Life 3 неожиданно не анонсируют и не выпустят в один день вместе с публикацией этого ролика. Не то, чтобы я против выхода Half-Life 3, но, думаю, вы меня поняли. Друзья, это первый пилотный выпуск календаря игр. Если вам это видео понравилось и вы хотели бы на следующий месяц увидеть такой же календарь или даже лучше, напишите об этом в комментариях и поддержите этот ролик лайком, а канал подпиской. Это действительно мотивирует. Также не забывайте кликнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Влад. Всем хороших игр в июле, друзья. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok